добрый день уважаемые трейдеры сегодня у нас уже 6 марта пятница представляю вашему неочередной обзор рынка для компаний инстафорекс напоминаю сегодня первая пятница месяца нонфармы 16 30 по москве выход данных по безработице в штатах и ожидается повышенная волатильность но она повышенная нынче не только из-за нонфармов но из-за глобального кризиса который шагает по планете и не дает нам порой заработать как к примеру вчерашняя торговая идея по евро которая не отработала и сегодня как раз об этом и поговорим так давайте перейдем к рынку в первую очередь почему я сегодня так рано вышел в эфир потому что по доллару канадцу сформировалась интересная идея и уже в принципе и в печатном виде отправил чтобы вы могли как можно быстрее и реализовать очень простая идея связана с двумя площадками и новостью по канадцу я уже в принципе частью позиции уже запрыгнул в этот шартовый паровозик вот но идея в чем смотрите доллар канадец очень здорово улетел свое время до последнее время обновил на дневках площадку за которой мы охотились вот и принципе под застыл под застыл но на фоне всеобщего падения американского доллара до через евро через золото это видно через доллар франк сейчас сложилось по канадцу две площадочки первое это коррекция после ставки по канаде к доставку опустили и второе это минимум начало месяца 2 4 марта и в принципе есть потенциал на пробой первой площадке после закрепления под которой можно рассчитывать на проход до 2 видите здесь уже потенциал может быть больше тысячи пунктов и это довольно таки но потенциальный ход который который можно забрать поэтому обратите внимание этот инструмент его редко торгую вот но сейчас прям идет каскад таких площадок который может сработать именно по очереди так это что касается идея 1 значит золото евро евро вчера не отработала нашу идею на обновление двухдневной площадке вот вчера все просто улетала и в космос и и в бездну до через доллар что доллар вчера глобально слабел по всем валютам вот и что что вы же сказать смотрите я кстати шла в комментариях сегодня как раз обсудим что когда когда выгоднее выходить и где заканчивается сценарий там шортовый либо ланговый смотрите в качестве подтверждения всегда выгоднее использовать сигналы внутри дня для захода как правило лучший лучший вариант это инициатива так называемая инициатива то есть есть инициатива от нее откат третья волна вы всегда можете застопиться за инициативу вот вчера по по еврику было два момента первый да это принципе когда я давал обзор прямо в моменте было шартовая инициатива на м5 откат и в принципе могла зарядиться трешка которая могла привести цену в площадку но ее поглотили соответственно первая инициатива которая ломала азиатскую тенденцию вот эту она была ложная соответственно стоп там больше буквально там десяти пунктов не было смысла держать я всегда стараюсь торговать по времени то есть и вам советую потому что уже как бы долго этим занимаюсь вот и есть такие повторяющиеся события лучшее время для торговли это первые два часа после открытия европы и и там два три часа после открытия америки если вы в это время не цепляетесь в рынок или там нет хороших инициатив в частности американских которые бы ломали какие-то тенденции от которых можно было взять третью волну принципе уже заходить дальше смысла нет то есть примеру допустим сейчас площадка по евро никуда не делаясь она может со временем отработать что для этого нужно для этого нужна хорошая шартовая инициатива желательно на америке вот от нее откат и вы примеру можете с этого отката взять третью волну но при этом у вас топ идет за инициативу а тейк идет за площадку если вы умеете считать я надеюсь у вас есть калькулятор то допустим со стопом за инициативу в 30 пунктов вы можете забрать тейк там 120 соответственно 1 4 все это простая математика бухгалтерия на деревянных счетах но нужна инициатива для того чтобы можно было зайти ну к примеру допустим хорошие были инициативы 4 4 марта которые ломали вот эту бычью тенденцию европейскую зашла инициатива откаты пошла трешка который можно держать уже в безубытке я об этом кстати сегодня запишу видео но не на этом канале так поэтому поэтому если есть площадка вот то скажем тут тупо шортить не может не очень правильно поэтому нужно какие-то подтверждения в данном случае это инициатива желательно если в но если вы работать с американским долларом ну если есть один инструмент этот инструмент в паре то желательно это делать на америке вот и с соответственно вы можете рассчитывать уже на именно на американские тренды и большую часть дня вы находитесь не рынка не торгуете у вас не не устает грубо говоря вы не устаете и вечером можете отработать самую большую волатильность так золото золото опять улетела в космос 1670 стоит на хаях пока не трогаем да я говорил что есть есть потенциал на снижение но нет сигнал то есть нет инициатив с которыми можно зайти напоминаю последнюю торговую идею которая давал по золоту она была связана с ложным пробоем площадки вот и проход был также до нижней стороны этого аукциона но по большому счету чтобы не рисковать на хаях площадке была шартовая инициатива американская американская 27 февраля на следующий день откат и третья волна в площадку все вот то есть вот этот вот эти трехволновки они удобны тем что при наличии отката что у вас есть четкое понимание где вам прятать риски но если инициатив нет то вы находитесь без рисковой зоне так дальше британец также растет на слабом долларе влетает наверх возможно обновить нашу 1 и 3 до площадочку но я пока туда не лезу и инициатива есть просто лезть в инициативу без откат может быть дорого стоит просто пока провожаю фунта взглядом меня сейчас интересен именно доллар где-то канадец будем отбивать вчерашних лосей будем или нет надеюсь будем так что еще интересно да хотел поговорить про австралиец канадец золотой инструмент на самом деле вот я его пощипываю в ланге очень интересным способом вот смотрите чем происходит по нему сейчас покажу возьмем дневной таймфрейм вот ну даже даже последнее время вот у него есть такая особенность у этого инструмента ну он шумный конечно но допустим этот инструмент обозначает какой-нибудь там месячный low там квартальный даже полугодовой вот потом подбирается к нему пробивает его и возвращается назад ну фактически тестирует уровень поддержки сопротивления которые вы все любите как на этом заработать можно ставить сетку лимитных покупок под пробои крупных экстремумов ну там насколько он здесь уходил на там 200 пунктов через 50 пунктов у вас будет четыре сделки все и когда он возвращается в эту всю пачку закрываете просто в ноль не в ноль а в плюс по первому ордеру в плюс по первому ордеру так получилось в этот раз и набирал ланге вот в этой нижней части и принципе скинулся вот здесь уже в нолик для тех кто набирал выше надо будет скидываться выше он может вырасти легко но скажем так самый простой способ заработать деньги на кроссах это брать на пробои ключевых экстремумов с возвратом к ним вот и такое такое то инструмента постоянно происходит даже вот 19 год ведь пробой сразу возврат на самом деле инструмент подарок судьбы даже на четырех часах посмотрите минимум это недельная получается неделя 2 3 что минимум месяц выпить пробой возврат дальше минимум месяца пробой возврат пробой хорош и полный возврат обратите как минимум внимание инструмент качественные дальше что еще канадец франк провалился вниз все уходят во франк франк везде озверел и в доллар франки и в канадцы франки даже в евро франки народ уходит во франки потому что потому что кризис думаю что во франках можно спастись вот тоже начал его набирать от пробоя 17 августа 17 и еще здесь взял пока 22 по 50 пунктов кинул опять же первая цель возврат на тест снизу пробитых зон восемнадцатого и девятнадцатого года я считаю что инструмент потенциально очень интересный на возврат потому что его его такая природа не трендовая дальше что еще интересно до евро франк также пробивает на его пока долго дрогать не буду потому что в принципе эту же идею я торгую в канадцы франки так но дурка на себя говорил что еще что еще интересует так газ газ я вчера когда когда позавчера я говорил что его с пока скинул вот если газ будет опять уходить на в районе 16 опять буду его подбирать вот здесь то есть это 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 хорошая цена ну вот принципе удалось здесь выцепить там 150 вот если упадет ниже опять будут подбирать на возврат надеюсь что похолодает так что еще канализ был евро был принципе так по рублю сейчас не смотрю пока все это хватает на форексе делал так значит что еврик пока не трогаем вот потенциал у него на снижение есть вот но этот рост к это нездоровая на самом деле при при обычном рынке такие площадки улетают только в путь но просто волатильность на рынке очень невероятно бешеная площадочка которую мы хотели взять с отката я думаю будет захвачена уже сегодня вот если если это все после захвата под загуляет вот таким образом я буду только рад вот но пока не трогаем еврик движение вот таланговая но просто она необычная понимаете и поэтому здесь сложно прогнозировать я пока этот инструмент не трогаю как и золото вот показателем снижение стоимость доллара и ухода людей во франки является инструмент доллара франк который невероятно ответственно обвалился такое было в семнадцатом году вот здесь когда евро помню прошло 17 тысяч пунктов доллар франк не столько конечно прошел 6000 но вот этот отвесняк который летел да он очень похож на то что сейчас происходит вот поэтому ну я говорю о том что ситуация рынке не стандартная поэтому будьте внимательны это много идей не даю вот пока канадец и все опять же в сторону ослабления американского доллара по по общей тенденции так по вопросикам дать посмотрим что у нас тут есть грузится сейчас как грузится посмотрим что еще про ену люди спрашивали доллар также киене видите летит отвесно просто ответств такое было опять же вот он 18 год в рынке творится что-то невообразимое так вопрос так тестер еще сегодня вышлю кроссы вот дремучий не трогаю так 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 тестеры тестеры ребят да вчера забыл услышать сегодня вышло так спасибо спасибо так вопрос дим димыча метод охоты за стопами на роль складывается впечатление что пока охотишься за стопами охотиться за нами принципе да нет стопроцентных систем друзья мои да есть система с повышенным повышенной вероятностью вот но если вы работаете на дневках то вы все равно в там в квартал в там в год снова выйти в плюс потому что ну вот этот метод на дневках он работает очень здорово до периодически отработать периодически боят убытки я это не скрываю что это в принципе это нормально почему потому что существует вот такие вот нежданчики допустим бах неожиданно изменили ставку да по американскому доллару лично сам кризис бушует все там сеточники на расчет умирают просто ну классики которые работают двусторонними ланами просто не значит все все супом счета обновляться потом в крупных компаниях там больше больше трех лет уже сейчас все повлетают оттуда потому что волатильность невероятная поэтому друзья мои готовьте к этому риски уменьшайте риски и торгуйте через подтверждение виде инициатив о чем я говорил в самом начале сегодня вот и будет вам счастье все в принципе на этом на этом я думаю будем заканчивать идею по по канадцу я надеюсь раз торгуется я продавал утром принципе я взял инициативу откат стою шортах выше выше 34134 сколько 34 там 20 я не буду пускать уже цену вот мне надо это движение в пяти хаточку 100 тысяч пунктов такой по пол лота я надеюсь это на радость сегодня нас озарит так на этом у меня в принципе все контролируйте риски друзья мои торгуем очень опасное время и до встречи завтра в это же время всем пока